Украинские силовики В КНР интенсивная стрельба велась в 40 километрах от Шахтерска в селе Мариновка, а также в районе Березового, Ильинки и Авдеевки. Недалеко оттуда место падения малазийского Боинга. Международные эксперты сегодня снова выехали туда из Донецка, как и накануне, окольными путями, чтобы лишний раз не подвергаться опасности. Репортаж Сергея Зенина. Выезд на место падения малазийского Боинга сопряжен с колоссальным риском. Вместе с охраной и заполчением маршрут разрабатывали и корректировали целую ночь. Мы, рискуя жизнью наших военнослужащих, сумели провести групповая схема вместо происшествия. Пока боевые действия не подошли вплотную к Донецку, маршрут колонны автомобилей международных наблюдателей и экспертов проходил по территории, контролируемой ополчением Донецкой Народной Республики. Но в шахтерские Торези, через которые идет самая короткая дорога к месту крушения Боинга, вот уже четвертые сутки кровопролитные бои. Есть возможность добраться в объезд через посты украинской армии. Вместо полутора – три часа в одну сторону. На одном из участков трассы минометные снаряды взорвались в паре сотен метров от машин и журналистов. Они следовали за колонной ОБСЕ. Это произошло на территории, где сейчас находится украинская армия. Ехать дальше к месту крушения Боинга репортеры не рискнули. Сотрудники ОБСЕ и эксперты из Голландии утверждают, что доехали до точки назначения. И говорят, что вернулись не с пустыми руками. Мы привезли в Донецк большую сумку с личными вещами погибших пассажиров. На них следы ДНК. Мы доставим их в Харьков, если это будет возможно, а оттуда в Голландию. Неделю назад власти ДНР передали международным наблюдателям целый вагон с вещами пассажиров. Вероятно, к ним добавят и содержимое той сумки, о которой говорил голландский эксперт. В поле на месте катастрофы остается еще много предметов, достойных внимания следователей. Специалисты провели там чуть больше часа. Уезжать теперь приходится рано, чтобы преодолеть все посты до наступления темноты. Иначе можно попасть под обстрел. Впрочем, и днем украинская армия не стесняется бомбить и бить из установок Грата и артиллерии по населенным пунктам в нескольких километрах от места катастрофы. Пока мы там находились, примерно в 10 километрах западнее были слышны многочисленные разрывы снарядов. Мы не можем точно сказать, с какой стороны велся обстрел. Клубы дыма можно было наблюдать сразу в нескольких направлениях. Только что колонна с сотрудниками ОБСЕ, представителями голландской полиции и международными экспертами отправилась к месту крушения самолета. Через три часа, может быть, с небольшим, они будут на месте. Голландские полицейские, уехавшие только что на автобусе, вряд ли вернутся сегодня вечером в Донецк. Они собираются разбить лагерь где-то на полпути в Андреевке, для того, чтобы не тратить ежедневно три часа на дорогу к месту крушения Боинга. Сергей Зенин, Олег Никифоров, Владимир Павлюков, Первый канал.